Я слабая, зависимая женщина. Котам предпочитаю мужиков. Концерт — это обмен энергией. Это очень важно. А здесь все зажаты. Нет, нет, нет. Нельзя провести концерт. Просто ты там бежала когда-то? Ну, наверное, Филипп Киркоров может так сделать, я не знаю. Вот ты когда-то бежала, бежала, я только раз и концертик дала. А вы думаете, он с картопалетом бегает всегда? Нет, мне кажется, что для концерта, во-первых, нужно эту энергию накопить. То есть нужно утром проснуться в определенное время. Потом нужно там съесть определенную еду, послушать определенную музыку, вспомнить определенные вещи. А потом выйти максимально наполненным и как бы эту энергию отдать. И получить другое. И я же режиссер по образованию. Я верю в систему Станиславского, что невозможно просто так, с холодным носом. Нужно обязательно прожить и обязательно должен быть обмен энергией с публикой. А сейчас это интервью, это другой формат немножко. Не совсем интервью тоже в том числе. Тут все перемешано. Пожалуйста, продолжим интервью. Когда у вас рождаются стихи? Вы знаете, стихи рождаются неожиданно. И кто ваш первый слушатель? Мой первый слушатель интернет. Это правда. Нет, господи, если бы я читала мужу свои стихи каждый день, он бы со мной развелся. Из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Они действительно растут из ссора. Из разговора с подружкой. Из рекламного объявления, которое ты услышал в метро. Ты вдруг слышишь какие-то два слова, и они рождают столько образов. И ты такой, так-так-так-так, надо записать. Надо записать, чтобы не забыть, как вот я слабая, зависимая женщина. Я еще не написала, оно уже там есть. Нужно просто добавить туда немножко шоколада. Вы чувствуете, то есть наверняка чувствуете, ну просто как, вот эта вот любовь в публике, ее больше же, чем там ненависть, оттверждение, еще чем вот этот вот эмоциональный слон вашей деятельности? Да, конечно, это чудесно. И, ну, во-первых, все же люди живые, да, то есть вот я и вы, мы созданы абсолютно из одного материала. И, соответственно, у нас совершенно одинаковые чувства. И когда мы чувствуем любовь, мы всегда радуемся, нам всегда хорошо, настроение улучшается. А когда чувствуем ненависть, оно ухудшается. Но эти периоды, они меняются. То есть иногда, ну, конечно, то есть иногда бывает, любовь, 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 потом бац, одна сплошная ненависть. Но ничего, справляемся как-то. Хочется же, ну, человек стремится к счастью. И действительно, что такое счастье? Счастье — это когда тебе комфортно. Вот когда ты просто сидишь и думаешь, господи, как же хорошо. Это бывает так редко, но мы к этому стремимся. Я никогда не выкладываю стихотворение, которое написалось сегодня. Потому что когда я утром просыпаюсь и читаю его, я его читаю как читатель, а не как автор. И я уже вижу, где я бы хотела поправить. И так до бесконечности, пока я, не знаю, два раза не проснусь утром, прочитаю, думаю, ну, классное стихотворение надо выкладывать. Илья, вот что-нибудь коротенькое напоследок. Хорошо. Ты — герой. Не больше и не меньше, а на личном фронте западня. В целом мире идеальных женщин ты зачем-то выискал меня. У других податливые жены, полные задора и огня. У нас то избы не зажжены, то коней никто не выгонял. У других податливое тело и всегда горячая плита. Отвечают коротко, по делу и приумножают капитал. А тебе не повезло со мною. Я твой нераскрытый парашют. Я все время ною, 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 а потом прошу, прошу, прошу. Ты мечтала о женщине полезной, приобщенной к шпаге и копью. Я же то куда-нибудь залезу, то случайно что-то разобью. Если это светлое начало, где же пара крыльев за спиной пальмовых ветвей? Не получала Нобелевских премий ни одной. А пороть меня себе дороже. Не ценю святую доброту. Даже бросить ты меня не можешь. Я же непременно пропаду. Спасибо. Соло Монова сегодня у нас в гостях на стенде издательской группы СТ. Юлия, огромное спасибо вам. Спасибо. Это мне будет приятно. Докременно спасибо. Это тяжесть тоже у нас. Это моя книжка. Это сборник отзывов на ваши книги. Ух ты, ух ты, какая хорошая книжка. Итак, автограф-сессия Соломоновой.